Сегодня узнаем, что такое электрогитара, про историю, про применение, про все возможные аспекты, которые указаны в Википедии. Пойду читать Википедию раз в неделю, хожу в Википедию, читаю её для вас, потому что вам некогда. А я Вадик Углов, и я самый главный специалист по электрогитарам во всём мире, а может быть... ...даже и в России. Пишите пока в комментариях, какую статейку прочитаем и обсудим на следующей неделе, а мы начинаем. Ищем электрогитара. 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 Нарисован гипс НСГ. Если я ничего не путаю, да, гипс НСГ красного цвета. О, смотрите, есть вопросики. Сразу, сразу бегу. Как вам такой красный цвет, ребят? Дед Мороз, жёлто-красно-чёрный нос. Электрогитара. Это струнно-щипковый электрический музыкальный инструмент. Разновидность гитары, имеющая электромагнитные звукосниматели. Вот они, привет. Преобразующие колебания металлических струн, колебания электрического оттока. Сигнал со звукоснимателя может быть обработан для получения различных звуковых эффектов. И усилив. Для воспроизведения через акустическую систему. Через камбасос, через кабинет. Слово электрогитара возникло от словосочетания электрическая гитара. Ребята, кто пишет электронная гитара, электронная гитара тоже существует. Но это совсем другая штука. Это штука, которая электронно работает. В ней нет физических особо процессов. Это штука, которая синтезатор, по сути, а не гитара. Но сделана в форм-факторе гитары. Это электронная гитара. У Ваганыча был видос с кучей электронных гитар. Они обычно стоят уже как порядочно. А электрогитара, это деревянная, это не важно какая штука на самом деле. Но в общем, это штука физическая. С физическими колеблющимися струнами, колебания которых снимают звукосниматели. Электрогитары изготавливаются, как правило, из дерева. Самые распространенные материалы. Ольха, ясень, махагоний, красное дерево и клен. В качестве накладок на грифт поменяется палисандр, черное дерево и клен. Ну да. Наиболее распространенные шеститунные электрогитары. Да. Классический строй шеститунные электрогитары. Аналогично с трой акустической гитарой. Ми, соль, ре, ми. Миля, ре, соль, си, ми. Кто в эту сторону читает вообще эти буквы? Е, А, Д, Ж, Б, Е. А я привык Е, Б, Ж, Д, А, Е. Ну ладно. От низких к высоким. Здесь почему-то перечисляют они. Достаточно часто используется дроп Д, в котором нижняя струна настраивается в Р. Да. На тон. Фигачься. И более низкие строиты. Дроп С, дроп Б. Который используется в основном гитариста играющего различных спаджанрах экстремального металла. Ну-ка покажите, нет картинки. Жалко. Широкий термин. Экстремальный металл. Самый широкий на свете вообще. В семиструнных электрогитарах чаще всего дополнительно нижняя струна настраивается в Си. Да. Восьмиструнная гитара электрогитара с дополнительными семью, восьми... Седьмой и восьмой. Не семью, восьмью. Ребята. Википедия, исправьте. Для решения доступного звукового диапазона низких частот. Чтобы делать... Впервые сделаны заказы в шведской металл-группе Мишуга. Ну-ка. Картинка. Мишуга. Мишуга. Благодаря популярности этой группы для любителей потом музыки. Обычно первая серийная Ибанес. 2228. Восьмиструночка. У пушного пункта была. Типичными наиболее популярными одними из старейших моделей электрогитара. Ливятся Телекастер. Да. Телекастер. У-у-у. Кто за Телекастер? Пишите в комментариях. Я за Телекастер. Сегодня я занимаюсь. В пятом году. Статокастер. 56-го года. Телек. Старшая. Страта. Фендер. Понятно делал. Лес Пол. От Гибсонов. Эти гитары считаются эталонными. Имеют множество копий и подражаний, которые воспроизводятся многими другими компаниями. Многие современные крупные компании производства музыкальных инструментов в начале своей деятельности спускали лишь копии популярных моделей Fender и Гибсон. Да-да-да. Был такое. Джексон. Ямаха. Хаммер. Биссерич. Испи. Шектор. Просто перечисляют фирмы. То есть, типа, я почти Димон с гитарных историй. И другие, значит, они выпустили собственные модельные инструменты, которые стали очень популярны в мире. Да, то есть, сначала делали реплики, какие-то подделочки, а потом Хоба и свои уникальные инструменты. Окшати Биссеричи, например. Ну что, поехали. Появление. Первый магнитный звукосниматель. 924 год. Ллойд Лоэр. Инженер. В Гибсоне работал. Впервые. Первый электрогитарный массовый. Электро стринг компани. В 1931 году. Абазонная Полом Бартом. Жоржем Бошамом. И Адольфом Рикенбакером. Знакомая фамилия, хоть одна. Будучи сделанными из алюминия, эти инструменты получили музыканатов, любовное пользущее, фрайн пенс. Сковородочки. Ну-ка, покажи-ка. Электрогитара, сковородка. Да, да, да. Вот она, вот она, вот она. На сковородку намотана. Окей. Фактически поменять звукосниматель в джаз-бендах. Привелок целой революции в музыканской сфере в Севернее века. Оказалось, что искажения звука сначала смотрелись как брак, а потом стали чувствоваться как, типа, не как баг, а как фича. Неведомые тембры, называет это Википедия. После этого электрическая гитара на несколько десятилетий стала важнейшим инструментом нескольких новых жанров. От гитарного попа до тяжелых форм металла и нойз-рока. Обратите внимание, жанр металл пишется с одной буквой L в этой статье, что я в целом поддерживаю. Чтобы отличать металл от металла. Лучше говорить металла вообще. Звукосниматели могут быть установлены как один, два, так и три. С ума сойти, так и три звукоснимателя. Уууу, Википедия. О том, кто из гитаристов первым перешел из акустики в электричество, до сих пор идут споры. Угу. Основной претендент на роль пионера Лес Пол, утверждавший, что именно он начал экспериментировать в этой области в начале 20-х годов. Согласно архивному каталогу компании RCA Виктор, Виктор Семенович, 22 февраля 30-го года коллектив вот этот вот, я даже читать не буду, записал около десятка песен с использованием электрической стил-гитары. Четыре из которых были выпущены двумя пластинками, туда журнал Guitar Play считает официальным днем рождения электричества гитарного звука. Ууу. 29 августа 2004 года впервые свои первые записи сделал в Лос-Анджище оркестр Энди Лоуна and his Islanders, пославшийся впоследствии умением внедрять агрессивные гитарные партии в джазовую ткань. Ужас. На стил-гитаре здесь играет, стил имеется в виду лэп-стил гитары, которую на коленках. Играл Сэм Коки. Сэм Коки. Наряду с Солом Хупи, считавшийся лучшим гитаристом западного побережья. Почему лучший гитарист западного побережья не имеет статьи на Википедии? Извините, пожалуйста. Последний перешел на электричество в 2004 году, о чем свидетельствует записи, приденный Лос-Анджище. Очень похоже на журнальную статью какую-то. Что-то электричество какое-то в кавычках. Что это за википедийная статья? Ребята, переработайте, пожалуйста. А спонсор сегодняшнего видео... Я. Заходите, пожалуйста, ко мне в официальный паблик. Ссылка в шапке канала есть. Там есть некоторые услуги, если вам, например, текст надо написать или отредактировать, или выразить какое-то мнение по поводу вашего текста, что-то подсказать по мелочи, какие-то сильные, слабые места найти. Или, может быть, вам надо озвучку сделать, там, тренинг озвучить, дубляж сделать или рекламу. Что хотите, все сделаем. Все для вас. Вот этим вот прекрасным, бархатным, лучшим в мире, а может быть, даже в России, голос. Заходите, короче, ко мне в паблик, смотрите, там есть разные услуги. И биты могу вам написать. Приходите, будет мне очко. Одним из тех, на кого игра Данна произвела неизгладимое впечатление, был Леон Маколиф. Это шо такое? Юный гитарист техасского оркестра, значит, который в группе Боба Уилса и Техас Плейбойс в 1935 году играл жесткие рифы. Надо послушать. И сольной партией, соединяющейся с традиционным звучанием двуховых. Записанная оркестром кавер-версия, произведенная гитара Рэг. Ох уж этот Рэг жесткий. Стала первым многочисленных гитров группы. Немало способствовал становлению электрогитары как основного инструмента оркестров с западного побережья. Принято считать, что испанскую гитару первым перевел Леон Маколифа Джим Бойда, младший брат Билла. Того самого, что возглавил в 1937 году коллектив под званием Билл Бойдс Каубой Рэмблерс. Тот самый Билл, естественно. Спасибо большое за комментарий, уважаемая Википедия. Блин, ребята, кто это пишет вообще? В 1937 году Зик Кэмпбелл в составе The Light Crossed Doe Boys перешел в электричество не один, а на пару со стил-гитаристом. М-м-м, вот это интриги и расследование. Санта-Барбара целая. Впоследствии Боб Уиллс стал устраивать аналогичное состязание с Шембрином и Маколифом. Господи, что происходит? Это реально какой-то мексиканский сериал, только с американскими фамилиями. Погнали! Конструкция гитары. Ну-ка, вот все написано. Можно дальше не читать. Гриф служит для управления высотой звучания нот. Управление. Изготавливается из дерева, состоит из двух частей. Собственно, сам гриф и накладка. Есть такой. На которой размещаются лады, которые используются для обозначения позиций нот на грифе. Гриф имеет голову не всегда. Почему здесь это написано? Гриф служит для наматывания струн и настраивания гитары. Внутрь грифа устанавливается металлический анкер, играющий. Опять, не всегда, ребят. Играющий рост стержен для компенсации прогиба грифа при воздействии натяжения струн. Также между ладами и головой грифа устанавливается порожек. Подставка для поднятия струн над плоскостью накладки грифа. Есть такое, да? Струны являются непосредственным источником звуковых колебаний, возникающих под воздействием щипков гитариста. М-м-м, ущипни меня, гитарист. Могут различаться по толщине от 0,08 миллиметров. Мне кажется, бывают и потоньше. И менее, до, ага, 0,58 и более. И по материалу. Хром, никель, сталь и вот это вот всё. Только нормальные струны перечислены, ребята, для нормальных пацанов. Состоят из керна, сердечника, а также оплётки или бойка. Корпус дека. Служит для закрепления струн, а также электрических элементов и фурнитуры. Как и гриф? А для резонирования? Нет, не служит? А, это же электрогитара. Блин, что-то я туплю. Значит, как и гриф, в большинстве случаев изготавливается из дерева. Одного куска или нескольких. На корпусе размещается бридж, стонодержатель, которым крепятся струны. Может быть различных типов. Флойд Роуз, Тюнометик, Тремлобар. М-м-м. И звукосниматель, пропожующий крепление струны в электрический сигнал. Также там, темброблок с потенциометрами для управляющих громкостей тоном. Также переключательный звукосниматель. Там, чик-чик-чик, вот это вот туда-сюдашечка. Разъём джек для подключения кабеля. Дополнительно на деке размещаются крепления для плечевого ремня, для игры стоя. И пик-гард, служащий для защиты корпуса от царапин медиатором при игре. Да. Применение в джазе и блюзе. Ох, мы сейчас почитаем про применение электрогитары. В джаз электрогитара пришла в 37-м году. Благодаря Энди Дарому, техасскому джазмену. Господи, опять имена пошли. Значит, предпочитал использовать в качестве тромбониста. Что? Зачем мне эта информация? Считается, что именно Даром первым исполнил гитарное соло. На электрическом National of Timeout, запись от 9-го августа 37-го года. Первым электрическим блюзменом стал Джордж Барнс. В студии с каким-то большим Биллом Брунзи. Что? Биг Билл Брунзи. Фигня какая-то. Чикагские блюзмены. Блюзмены подхватили. Смотрите, блюз, блюз. Мемфис мини. Кто такая? О, ничего себе, девочка. Пописал электрическую версию Me and My Coffert. Первый большой успех. Чарли Кристиан. Кто такой? Который приобрел широкую известность в 39-м сортом году. Когда Слава достичь не успел. Умер от туберкулеза. Ничего себе. Стольки джаза утверждают, что имя Кристин стал ключевой фигурой. Что-то уже 27-я ключевая фигура. Именно та самая 27-я ключевая фигура. Ой, блин, он типа на всех повлиял. Ни одного из знакомой вообще фамилии не вижу. Ребята, кто знает хоть одну фамилию из этих фамилий, скажите мне, что я не прав. В рок-музыке. О, это нам. Одновременно с рождением рок-музыки одним из основных инструментов рок-группы стала электрогитара. Не дать не взять. Она звучала на записях многих ранних рок-музыкантов. Элвиса Пресли, Билла Хелли. Наконец-то знакомые имена пошли. Ребята, однако революционное влияние на развитие рок-техники игры на электрогитаре оказали Чак Берри и Бо Дидли. Их соло-партии и приемы использовали гитарного звука в контексте песни. Эксперименты с звучанием оказались серьезное влияние на последующую рок-музыку. Честное слово, так и есть. 60-е годы появляется целый ряд новых открытий в области использования электрогитары. Знаменитый гитарист Джимми Хендрикс. Знакомые имена. Используя широкий спектр эффектов. Шо, широчайший, широчайший просто спектр эффектов у Хендрикса. Прям калейдоскоп эффектов знаменитый, Хендриксовский. Прежде всего появились первые педали эффектов Дисторшн и Фуз. Вот прям спектр целый. Дисторшн до Фуза. Поначалу глуптами гаражного рока. Лин Крей. Кто такие? The Sonics, The Kings. Вот Kings знаю. Kings вообще от Валдышки, кстати. А чуть позже и более популярные исполнители. The Beatles, The Rolling Stones. К концу десятилетия начинают эксперименты с использованием гитарных... Гитарный фидбэк. Velvet Underground. Кстати, тоже прикольно тема. А также более агрессивным и грязным звуком. Последнее повело к созданию в 70-х годах такого жанра, как хард-рок. Значит, там Ричи Блэкмар, Джимми Пейдж. В 80-х годах. Почему такой старый? Ох, какой старый Джимми Пейдж. В 80-х годах с пониманием панк-рок и развитием интернет-рога начинаются эксперименты с поиском новых звучания гитары. Важнейший уровень сыграй в этом новой группы. Конца 70-х. Например, Joy Division. Кстати, мне что-то не заходит в Joy Division. Чей гитарист Бернет Саммер создавал с помощью гитары не только ритм или соло-партии в традиционном понимании, сколько атмосферные звуковые ландшафты. Да, есть такое. Мне U2Z не нравится вот за эти атмосферные звуковые ландшафты. Скукотища страшная. Возпринимающая при послушивании песен на подсознательном уровне. Революционную роль в развитии рок-гитары в 80-х годах сыграли с Sonic Youth, чьи гитаристы вот эти вот ребята используют не традиционные настройки и техники игры. Фидбэк это обратная связь, когда получается электрогитара ловит звукоснимателями звук, который исходит от нее же через усиление. И возникает петля обратной связи, фидбэк. Шугейзинг, максимально отдаленная от привычных стандартов. Шугейз и звучание это разные вообще вещи. Шугейз, это когда люди на ноги тебе смотрят. Потому что интроверты. Куча эффектов, гитары иногда звучали как синтезаторы, риффы отходили на задний план. Странный революционный эффект. Какой? Странный революционный эффект. Создавала, что создавала? Поп музыка будущего, значит, My Bloody Valentine, Словерс, кто эти люди? Правильность с этим в 80-е годы фолк-рок трансформировался в более мягкое гитарное звучание. Значит, симфонический эффект давался Джонни Марр, The Smith. The Smith, конечно, симфонический рок знаменитый. В академической музыке, 50-60-х годах, многие композиторы академической музыки стали использовать в их произведениях электрогитару. Наконец-то дожились из таких произведений. Кстати, кроме шуток, да, вот эти все современные штуки в музыке очень долго догоняются в классическую музыку. Сейчас очень большие проблемы с записью музыкальной нотации, если используете синтезаторы какие-то или там фильтры открывающиеся, раскрывающиеся. Вот эти вот эффекты современные, когда пытаетесь прописать в партитуре классической музыки. Да, кто этим зовут? Вот у Адама Ниля опять, посмотрите. Очень забавно он выходит из положения, что это такая нетривиальная задачка, короче. Для электрогитары молодые композиторы, тар-тар-тар, в общем, короче, пам-пам-пам-пам-пам, все дела. Некоторые приемы игры на гитаре. Кстати, смотрите, у меня есть видос про все приемы игры на гитаре. Я ведь лучший в мире гитарист, а может и в России даже. Хаммерон, значит, наиболее простой прием игры от слова хаммер, молоток, гитарист отвлекает звук, ударяя по струне, вот так, бэм, пальцем, как молоточком, перпендикулярно плоскости грифа. Музыкальная теория от приема называется восходящая легато. Восходящая легато можно сделать и слайдом. Часто используется в рок-музыке для извлечения форшлагов. Да, есть такое. Пул-офф, то же самое, только наоборот. Это обратный хаммерон. Музыкальный прием, нисходящая легато. Опять, можно сделать слайдом. Слайд. Искусное скольжение вдоль струны вверх и вниз, погрифу пальцами левой нога правого кирмедиатора. В таком случае называется пик слайд. Это скорее скребок, чем слайд. Плавное движение по струнам, глиссанда, короче. Да, 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 да. Иногда слайд такой металлический на палец надевается и делаете, и все у вас хорошо. Бенд. Это подтяжка, значит, просто прижимаешь струну и тянешь ее. Да, я думаю, не будем здесь жевать, что такое бенд. Вибрато. Это когда вы делаете ми-ми-ми-ми-ми или ми-ми-ми-ми-ми. Как вам больше нравится. Любое движение струны после извлечения ноты изменяет характера звучания. Вибрато. Это дрожание пальца на струне. Теппинг. Это когда извлекается приемами хаммерон, пулов и слайд, но двумя ручками. Флажолет. Это деление струну на какое-то кратное количество частей и заставляние звучать, соответственно, в 2, 3, 4 раза выше струны. То есть гасятся нечетные гармоники при делении пополам. Механика описана, почитайте. В общем, в трех местах. На пятом, седьмом, двенадцатом ладу. И это если открытая струна. Искусственный флажолет. То же самое, только струна не открытая. А, то есть флажолет и искусственный флажолет. А, все, понятно. Это натуральный флажолет имелся в виду. Искусственный флажолет, он тоже технический флажолет. Вы просто струну зажимаете где-то. И потом делите оставшиеся на равной части. И делаете либо вот так вот пальчиком, либо медиатором. Вот это вот чпунька. Вот так цепляете и делаете. Downstroke. Нифига себе. Внезапно downstroke попал в типовые приемы. Downstroke это когда фигачите вниз. Как правило, комбинируется еще с техникой palm mute, если вы не рамонец. И получается джи-джи-джи-джи. Sweep. Sweep это скоростной прием игры, когда вместо извлечения каждой ноты отдельно вы делаете рынь такую штуку. А эти пальчики так быстро переставляйте, чтобы у вас получался свип. Оборудование. Ууу, все что мы любим. Комбик. Комбо-усилитель. Спасибо, что написали комбик в скобках. Значит усилитель и динамик в одном корпусе. Как и водится. Ламповый. Обязательно ламповый он должен быть. Все, что не лампа, то говно. Педаль эффектов. Примочка. Спасибо за это слово. Да. Примус. Устройство, обрабатывающее звук гитары. Обычно одно устройство. Один тип эффекта. Иногда два. Да, я видал и такое. Если это не проц, редко туда зашивают много чего. Овердайв, дисторшн, фуз, хорус, вах. У меня есть ролик про все гитарные эффекты. Ребят, посмотрите. Давайте не будем сейчас распинаться. Овердайв, дисторшн, фуз. Это перегрузики. Хорус это многоголосие. Немножко расстраивается. Там чуть-чуть копия сдвигается по времени. За счет этого такая пульсация появляется интересная. Вах-вах, квакушка. Это по сути свип-фильтр, который по частотному диапазону. Делайте вы это при помощи потенциометра, который у вас привязан к ноге. Гитарный процессор, это куда вшито все, я пользуюсь гитарным процессором. Гитарный процессор, отвал башки. Гитарные процессоры давно победили все остальное оборудование. Гитарный медиатор, что? Извините, оборудование, медиатор. Окей. Медиатор, это такая штука, формальное определение медиатора, это кусочек пластмассы, который проваливается в корпус гитары. Это все, что нам нужно знать про медиаторы. И на этом заканчивается статья про электрогитару, ребят. Спасибо, что досмотрели до конца и не перематывали, вы классные. Не забывайте, пожалуйста, слушать мои песенки по вот этим вот всем площадочкам. И напишите в комментариях, какой термин, какое явление в музыке, что разберем в следующий раз. Да классные, классные.